...приложение, чтобы оно достигло цели, которую мы ставим, особенно в условиях, когда у нас есть нехватка времени и ресурсов, это важно, а это условия, по сути дела, повсеместные, потому что времени и ресурсов всегда меньше, чем хотелось бы. И самое главное, как сделать так, чтобы мы достигли нашей цели, и наши пользователи не потерялись в этом приложении. С чего мы начинаем? Конечно, самые главные вопросы, которые нужно в первую очередь ставить себе. Какую проблему решает приложение? И чья эта проблема? Я думаю, что эти вопросы у авторов приложений уже решены в значительной степени. Всего лишь нужно нам подчеркнуть сейчас, что именно с этих вопросов стоит начинать. С проблемой. Дальше мы переходим закономерно к вопросу. Кто наши пользователи? Какую задачу они решают? Или что бы мы хотели, чтобы они сделали? Пользователи у нас могут быть разных типов, разных групп. Особенно, если это приложение или сайт, предназначенное для того, чтобы служить неким посредником. Например, объединить доноров и нуждающихся в донорской помощи. Как был один из проектов, к сожалению, он, кажется, не приехал. Мы можем его взять как пример. У нас есть группа людей, готовых предоставить помощь, и группа людей, нуждающихся. Это две разные группы пользователей. И для каждого из них мы определяем цель. Человек, который хочет получить помощь, он заходит, заполняет заявку, он должен сделать это. Мы этого не хотим. Человек, который потенциально может предложить свою помощь, он должен зайти, найти кого-то, кому его помощь нужна, и заявить о своей помощи. Это его цель. Для каждого группы пользователей, для каждого вообще одного пользователя есть некая цель, которую он должен достигнуть на нашем сайте. Либо некая задача, которую он хочет решить и которую он должен решить. Таким образом мы подходим к проектированию. Что мы должны сделать, проектируя приложение или сайт? Мы должны привести нашего пользователя потенциально к его цели, которую мы определили, наиболее очевидным и простым путем. То есть, зайдя на сайт, ему должно быть понятно и очевидно, что он пришел сюда, если это сайт, для того, чтобы сделать именно это. Вот он заходит и видит. О, я пришел сюда для того, чтобы помочь кому-то. И ему должно быть просто и очевидно, как это сделать. Каким образом достичь этой цели? Чтобы пользователь не видел сайт или приложение, как вот лабиринт, изображенный на этом слайде, которому непонятно, что делать и непонятно, зачем он здесь, а чтобы ему было ясно и очевидно, зачем он тут и как это сделать. Как я уже упоминала, разные группы пользователей у нас есть. Во-первых, по целям, что они, собственно, должны сделать, зачем они здесь. Во-вторых, по их свойствам и характеристикам. Это могут быть мужчины, женщины, программисты, там, НКОшники, кто-то еще. И, соответственно, у всех, у них есть какие-то свои способы восприятия, привычные для них, способы действий. И это влияет на то, что они увидят в первую очередь, какой способ действия на сайте покажется им естественным. Об этом несколько подробнее расскажет следующий оратор, как учитывать характеристики наших пользователей и разделять их на группы, их возможные действия. И что нам нужно сделать, зная всю эту информацию? Мы должны проектировать действия нашего пользователя на сайте. Ни какие-то замечательные возможности, фичи, кнопочки, окошки на сайте или в приложении у нас будут. А именно проектировать действия. Вот наш обобщенный пользователь такого-то типа, из такой-то группы, с такой-то предполагаемой целью, зашел к нам в приложение или на сайт. Что он должен сделать? Что он должен увидеть? И наш интерфейс должен вести его по этому пути, по которому мы хотим, чтобы он прошел. Вопрос, как им достигнуть цели. Ничего лишнего. Также важный момент. Не должно быть загромождено приложение, детали, которые отвлекают внимание. Не служат, в общем-то, достижению пользы, достижению цели. Ребята, надо обращать внимание, поскольку часто бывает, что вот это хорошая вещь, хочется ее вставить. А вот на этом сайте, там, что-то там такое красивое, давайте сделаем так у нас. Стоит свинять такие вещи всегда с нашей целью. Вот это была замечательная, там, возможность. Она служит тому, чтобы пользователь пришел туда, куда мы хотим? Или нет? Если нет, то, может быть, мы это сделаем подробно. Или вообще не будем делать. Некоторые, так же моменты, надо просто обращать внимание. Наиболее, так скажем, важные и крупные, насколько времени у нас мало, проектируют действия пользователя. Одно из основных правил проектирования хороших интерфейсов вообще, в принципе. Их должно быть легко использовать, правильно, и сложно использовать неправильно. Вот эту вещь просто стоит держать в голове. Меньше деталей. Чем меньше деталей у нас, ну, вспоминаем интерфейс, там, Google, классических примеров. Человек заходит, ему понятно, что он пришел сюда, чтобы ввести строчку и что-то там такое найти. Если там куча, куча, куча всего на странице, то это непонятно. Другой пример. Мы на Hard Day проектировали интерфейс приложения, тоже типа карты сообщить о проблеме, решить проблему. И человек, который был отспроектировщиком интерфейсов, приложил решение. На первой странице две кнопки. Заявить о проблеме, найти проблему. Сейчас мы видели аналогичные почти что вещи. Там две кнопки явно просматривались в интерфейсе проекта ЛИДА. Вот, еще там какой-то городской проект. Вот, вот это хорошее решение. Человек сразу видит, куда ему идти, в зависимости от интересов, от того, какой группе он принадлежит. То есть детали только важные, они сразу должны быть заметны, которые ведут человека туда, куда мы хотим его принести. Направление взгляда человека, оно, как правило, идет вот так, если мы смотрим, скажем, на сайт. Это, если мы учитывать, проектируем наш интерфейс, ну, это как бы одна уже часть деталей. То есть сначала он посмотрит сюда, потом он идет туда, потом туда. Также стоит учитывать, что у многих стандартных элементов существует некое стандартное свое место восприятия. Что меню может быть вот здесь, вот здесь, там, что-то еще. Для этого, собственно, есть смысл консультироваться с, в общем смысле, программистами, которые могут входить в группу. Где, какой элемент должен быть. Вот, есть некие правила, где человек ожидает увидеть что-то. Если там меню будет где-то там, вон там, он его может не увидеть. Ну, это примитивный пример. Это не значит, что беззаконы нельзя нарушать. О том, что в Е должно быть стандарт. Их можно нарушать, но нужно знать, зачем мы это делаем. Понимать, что мы делаем и зачем мы это делаем. И самый последний, но тем не менее, очень важный вопрос, который нам нужно решить. Это, а как пользователи наши узнают о том, что есть наше приложение. Как они попадут в него. И почему они вернутся или останутся уже один раз пока. Мы здесь видели много разных приложений, хороших, замечательных. Но, к сожалению, не очень много народу на масштабах России даже о них знают. Стоит подумать о том, каким образом. Вот я слышала, что здесь должны быть по крайней студенты-пиарщики. И это, наверное, в большей степени будет их задача. Помочь подумать о том, как пользователи узнают. Но это в том числе и задача, связанная с проектированием. Если, скажем, мы собираемся продвигать приложение через социальные сети, то там может быть кнопочка лайк там, сообщить в фейсбуке, в контакте. В таком месте, где человек, у которого может быть желание сообщить, ее увидит. И захочет нажать. А если мы не собираемся продвигать через социальные сети, то, соответственно, кнопочкой, просто ради того, чтобы она там была, делать не надо. Еще раз подчеркну, что на это обязательно, если мы делаем социальные приложения, которые должны привлечь на потенциальную большую группу людей, на это обязательно стоит обратить внимание. Это не менее ваше, а может быть, более ваше, чем сделать хорошее собственное приложение. У меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ